Микс Ньюс. Добрый день всем, кто нас слушает сейчас. Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. И в эфире «Зелёная лампа» – программа для тех, кому нужна наша помощь, а тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Веду сегодня её я, Рита Трошкина. И гостья наша в студии помогает нам включать «Зелёную лампу» сегодня балерина, солистка нашей национальной оперы и балета Юлия Брауэра. Юлечка, здравствуйте. Добрый день. Помогает наша программа сегодня малышу, ему 5 лет, ему 6 лет будет только в октябре. Таких детей называют «солнечные дети». Малыш Мадар родился с синдромом Дауна, и очень нужна помощь. Мама просит поддержки на лечение, на оплату целого курса, на годового курса специальной терапии, специальных занятий по ABA-терапии. И логопедических занятий, потому что они очень много занимаются мальчиком. У них ещё в семье ещё один ребёнок есть, дочка старшая. И родители всё время всё оплачивали сами, сейчас просто у них руки опускаются, потому что очень тяжело. Детям помогает детский фонд, но так много заявок, что в течение 5 лет они помогали, а сейчас уже больше не могут, потому что после 6 лет перестают оплачивать эти занятия. То, что оплачивается государством, это совершенно мизер, и не хватает для того, чтобы ребёнок мог нормально развиваться. А потенциал у этого мальчика есть и очень хороший. Он очень обаятельный и шустрый такой ребёнок. И пытается говорить, но пока что он знаками и жестами может объясняться. Чтобы вызвать речь, нужны логопедические занятия. Наш телефон 9306384 работает для МАДР Полинского до 29 сентября. И стоимость звонка евро 42 цента. Каждый звоночек, он, соединяясь с другими маленькими звонками, соединится в большую помощь. И для этого мальчика, для судьбы этого мальчика это очень важно. Спасибо вам за каждый звонок. Напоминаю, что сейчас у нас программа «Зелёная лампа». А вместе с нами «Зелёную лампу» сегодня включает Юлия Брауэр, балерина. Она пришла к нам прямо из театра. Да, Юля? Да. И после программы побежит сразу в театр. А что вы сейчас репетируете? Ну, я сейчас пришла с репетиции с балета «Голубого Дуная». Вот в субботу у нас мы уже начинаем спектакль. Премьера в субботу. Нет, не премьера. У нас идёт сейчас больше как блоками спектакль. У нас сейчас два дня подряд двойные спектакли будут в субботу-воскресенье «Голубой Дунай». Утром и вечером. И в воскресенье также. Кого вы танцуете? Я в балете «Голубого Дуная» танцую роль Аннеллы. Ну, мы поговорим ещё о других балетах. Я просто хочу сейчас сказать, что Юля у нас такая вот звезда восходящая. И очень много у неё заметных ролей. Мы давно следим за ней. И очень рада, что она к нам пришла. Она очень… Про неё говорят, она как пёрышко на сцене парит и нарушает законы всемирного тяготения. Есть такое дело? Да. И очень много наград уже. Несмотря на совсем юный возраст ещё, получила уже много наград. А наша латвийская опера начала сезон, вот после этого длительного карантина пандемического, как раз балетом «Лебединое озеро», где Юля исполняла две партии «Одет» и «Одильи». Да. Это ваш любимый балет? Как это происходило вообще? После пандемии нам надо было очень активно… Ещё у нас отпуск был в июне. Мы в июле только вышли в театр. И вот за месяц нам очень активно надо было быстренько войти в форму, чтобы 2 сентября в очень хорошей форме станцевать «Лебединое озеро». Ну, премьера должна была быть в апреле, да, «Лебединое озеро». Да, 3 апреля должна была быть. Не состоялась по известным причинам. И должен был приехать Тимофей Андреященко, да, из Ласкала. Да. Но вместо него вашим партнёром стал тоже не менее знаменитый, да? Расскажите, пожалуйста. К сожалению, Тимофей не попал и сейчас на этот спектакль. И тогда Айвер Лейменис пригласил из Лондона Роя Алпалле премьера Вадима Монтагирова. И Вадим с большой радостью согласился. И я очень рада, что была такая возможность танцевать с ним. То есть у вас такой дуэт сложился, да? У нас, да, к счастью, дуэт сложился. Мы вот за 2 репетиции мои станцевались и уже были готовы выходить на премьере. Очень интересно, да. Вообще автор костюмов очень знаменитый, да? То есть это красочный такой спектакль получился. Расскажите, пожалуйста, насколько яркий этот спектакль и как вам нравятся эти костюмы? Костюмы на самом деле очень яркие и напоминают ту эпоху, в которой я хотела костюмер показать, где происходит само Лебединое озеро и замок. И что меня больше всего поразило, это вот третье действие костюмы у мальчиков и у девочек. Настолько все они были, отличались друг от друга, да? Но и в тот же момент из зала выглядело очень шикарно. И что у главной ведущей балерины, что у труппы самой и всю вот эту картину очень создавалось. И тоже сценически были очень красивы, когда во втором действии в Лебедином ты выходишь. И получилось так, что сценограф сделал так, чтобы сцена выглядела шире и выглядела больше лебедей. Он поставил зеркала. У нас было вот по сторонам, вместо кулису у нас были зеркала. Это для нас тоже в первый момент было непривычно. Мы вот зеркало видим только в зале, и обычно мы не смотрим на него, чтобы вот прочувствовать себя и свое тело, и войти в роль. А тут ты на сцене, и тут ты себя видишь в зеркале. Увеличилось количество лебедей, да? И увеличилось количество лебедей, да. И как-то оно, все вот это костюмы и сценографии очень помогли войти в эту всю атмосферу. Но я не видела, к сожалению, этот спектакль еще, но читала, что действие Эвер Лейманис решил перенести в Баварию, да? То есть как раз в то самое романтическое место, где находятся замки Людвига Второго, да, вот, знаменитые. Но и Шванштайн, вот этот замок, который все по картинке точно знают. И, конечно, там очень красиво, тема лебедей, очень красиво, наверное, прозвучала. Но любовь побеждает в вашем спектакле? Как? В нашем спектакле любовь победила. Победила. Да, но тоже Эвер хотел показать, и у него получилось показать то, что все-таки, как говорится, зло не дремлет. Она в любой момент может все-таки проснуться и, как говорится, если в чисто с психологической стороны говорить, то да, то эго может тебе в какой-то момент все равно поставить под ножку. Вот. Но любовь добро побеждает. Добро побеждает. Все закончилось хорошо. Все закончилось хорошо. Ясно. Юля, ну это не первое «Лебединое озеро» в этом году для вас. Вы же уже танцевали. Расскажите, пожалуйста, про этот интересный опыт. Да, у меня был очень интересный опыт, и я ему очень благодарна этому времени, на самом деле, потому что это был очень большой толчок для меня лично в этом спектакле. И в феврале у меня была такая возможность съездить в Египет и участвовать в спектакле «Лебединое озеро» с труппой из Каира. И там у меня, как говорится, там моя первая была премьера, да, и чтобы я уже в апреле была неувереннее, а еще больше чего-нибудь могла уже себе добавить. И на самом деле это для меня был очень большой толчок именно по энергии. И когда я сложила вместе уже спектакль «Белого и черного лебедя», я уже знала, как в дальнейшем, что где как правильнее будет, где быть мягче, где быть пожестче, да. И как бы и благодаря труппе, который я встретила там, очень такие открытые, энергичные люди, они такой большой вот этой чистой энергией поделились и вот во время «Лебединого озера», да. Потому что я даже вот как-то перестала бояться этого спектакля. Я перестала бояться испугать или обидеть лебедя. Я уже с ним подружилась, потому что до этого я танцовала только «Белого лебедя», и я, правда, я боялась обидеть «Белого лебедя», потому что это настолько всемирно известный балет, и каждый знает и музыку, и партию, и партитуру, и лебедя, и как у каждого уже сложилось впечатление, какой лебедь должен быть. Что на самом деле в первые разы, когда я выходила, мне было страшно обидеть лебедя, и я думаю, как каждый шел. Как красиво звучит фраза. Я боялась обидеть лебедя. А вот такой вопрос, не знаю, корректный, некорректный. Кого интереснее? Какого лебедя интереснее вам танцевать, «Белого» или «Чёрного»? Ну, когда я вместе их сложила, мне они обе были интереснее, потому что ты можешь их поменять за 15 минут. А то ты нежная, траусла, такая невинная, чистая, и за 15 минут у тебя есть это время, маленькое время, чтобы ты переключилась, и тут ты уже стержень, ты уже, у тебя есть власть, да, и вот очень интересно именно, как бы, играть с этой ситуацией. То есть вам как для актрисы это очень интересно раскрывать. Ну, ясно. Ещё одна премьера состоялась 11 сентября. Это балет «Бахчисарайский фонтан». Это вообще совершенно другое уже, да, Мария? Как вам эта роль? Как вам этот образ? Я долго шла к этой роли. Я искала, я не могла себя найти. У меня вот первое время, у меня даже порядок не садился. Я не могла, вот я искала, вот как и что. Мне помогла очень музыка. Музыка в «Бахчисарайском» очень красивая. И вот только на премьере, на самом спектакле я познакомилась с этой ролью, так сказать. На сцене у меня были генеральные репетиции, но я всё равно искала. Я была всё время в поисках. Вот, а на сцене я, слава богу, всё сложилось. Вот на сцене я с Марией познакомилась, и она мне даже очень понравилась. Вот такие чудеса происходят, да? Вот мы говорим о музыке, которая помогает и влияет. Да, я хочу вернуться к теме сегодняшней программы «Зелёные лампы». Мы говорим о мальчике, о пятилетнем малыше, которого зовут Мадар, и которому очень нужна наша помощь для того, чтобы мама могла оплатить реабилитацию. Вот просто она целый год занятий, и она вздохнёт спокойнее, и это принесёт ему несомненную пользу. И, конечно, очень большое желание, чтобы он заговорил, потому что его уже научили звуки разделять, произносить, и какие-то отдельные части слов. Но вот сам процесс речи ещё не пошёл, не сдвинулся. Это, конечно, очень-очень-очень важно. Мама Велга, она музыкант. Мы с ней познакомились до программы «Задолго» на выставке «Нерта и Берн». Неудобные дети, которая проходила в Латвийской национальной библиотеке. Там как раз были мамы с детками с тяжёлыми диагнозами, и это была фото-выставка, да, это просто такой героический подвиг был совершён. Они все решились показать миру, какие у них дети, как они их любят, несмотря ни на что, да, несмотря на то, что вот они неудобные, может быть, для окружающих. И вот Велга играла там на скрипке, играла на скрипке. Вообще она преподаёт в музыкальном училище в школе Язапа Мэдденя. У неё ещё есть старшая дочка, которая занимается тоже скрипкой, и волтурный играет на скрипке, и волтурный. Папа тоже у папы хобби, папа на барабанах играет. Вся такая музыкальная семья. А вот этот наш малыш Мадр, пятилетний, его задача – ему даёт барабанные палочки, он ритм отбивает, когда они все играют и поют. И ещё он учится танцевать. Худит в кружок известного хореографа Санты Пастора, которая ставила танцы в ансамбле «Кукушечка». То есть такой вот талантливый мальчик, хороший мальчик. Почему этих детей называют солнечными? Потому что они, как мама сама сказала, у них как будто отсутствует ген зла. Вообще нет. То есть они очень доверяют миру. Они с характером, как и все дети, у них всё своё присутствует, но нисколько нет ни раздражения, ничего. Когда он бежит ко мне в объятия, раскрывает руки, это какое-то счастье абсолютно. И она нам сказала такую вещь. То есть она не знала, как беременность проходила идеально, и она совершенно не знала, что вот у неё родится ребёнок с диагнозом синдрома Дауна. Потому что обычно такие вещи можно определить заранее, если провести исследование. Но она сказала, что я благодарна судьбе и даже врачам, что я ничего не знала, потому что мне пришлось бы принимать какое-то решение. А я очень счастливо провела всю эту беременность и ждала этого мальчика, ждала сына и нисколько не думала о том, что вот как и что будет. И через две недели после родов ей сказали об этом диагнозе. Они всю ночь прорыдали, сказала Велга. Ну и примерно, она говорит, полгода я ещё думала, что что-то изменится и всё наладится, и мы будем жить как прежде. А потом пришлось принять ситуацию, понять, что как прежде уже не будет, будет по-другому. Но такие дети приходят с большой любовью в мир, и они приносят эту любовь, они её получают от своих близких. И вот она опять же сказала, она очень много нам наговорила таких интересных вещей, философских. Она сказала, что когда они были на реабилитации в центре Вайвори, насмотрелась на разных тяжело больных деток. Она говорит, я тоже поблагодарила Бога, что вот у моего ребёнка всего лишь синдром Даунда, всего лишь. Конечно, это очень тяжело, но бывают разные ситуации. И вот в принципе она человек очень благодарный за всё. Мы просим вас сделать звоночек. Телефон наш 9306384, евро 42 цента стоит звоночек. И денежки, которые соберутся, пойдут на оплату на целый год специальных занятий для этого малыша. Подробнее всё можно прочитать на сайте Mixed News LV. В рубрике «Зелёная лампа» там есть статья, есть фотографии. Он очень симпатичный, такой солнечный-солнечный мальчик. И также у нас есть страничка на Фейсбуке. Страничка тоже называется «Зелёная лампа». Подключайтесь. Мы там пишем много разных хороших вещей и отслеживаем итоги, и как потом помогает вот эта вот собранная помощь. Счёт помощи там тоже есть. Он открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. И мы очень надеемся, что нам удастся собрать эти денежки, и у этого мальчика будет всё хорошо, и он начнёт говорить. Он начнёт говорить. Ну а вот фотографа Арида Строиды Клявеня, которая снимала выставку «Неудобные дети», делала фото-выставку, она работала со многими такими мамами. И вот именно Амадр, у неё просто один из любимчиков, она сказала, что она его назвала «Покоритель сердец». Он сказал, что вот на него, когда смотришь, сердце тает. Он так обезоруживающе улыбается. Мама устроила его в обычный детский садик, не в специальный. Она пошла просто в обычный детский садик, чтобы он подтягивался за другими детьми и подтягивался к их уровню. И, вы знаете, сначала там были у многих сомнения, но, в принципе, он очень хорошо адаптировался в коллективе, у него очень много друзей, дети чувствуют, какой он добрый и светлый, они ему помогают, они по нему скучают, если он там вдруг не пришёл или что-то такое. То есть успехи есть. День за днём родители, занимаясь ребёнком специально, вкладывая силы, время и деньги, они его подтягивают, они вытягивают его на другой уровень. И он всё понимает, он умеет на клавиатуре планшета буквы набирать. Нет в мире лекарств, которые могут раз-два по щелчку улучшить состояние этого ребёнка. Но можно помочь, и можно сделать его жизнь качественнее, и, в принципе, чтобы он вырос и адаптировался в нашем мире. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Ну вот мы будем, наверное, ещё поговорим на тему благотворительности с Юлей. Я напоминаю, что у нас в гостях балерина Юлия Брауэр. У нас ещё много тем с ней осталось, которые мы не успели обсудить. Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что мы сегодня помогаем пятилетнему Мадеру собрать денежки на реабилитацию. И телефон нашей «Зелёной лампы» 9-3-0-6-3-8-4 всю неделю будет работать для Мадера Полинского. Стоимость звонка евро 42 цента. А гостья наша сегодня Юлия Брауэр, балерина нашей национальной оперы. Юлия, вот мы начали говорить о премьерах. К счастью, начался сезон. Да, всё состоялось и продолжается. Не знаем, как будет дальше, надеемся, что всё будет хорошо. А как вы карантин, вот этот период перенесли? Ведь балерина должна постоянно заниматься, постоянно работать. Как это происходило, когда вас в театр не пускали? Ну, я не знаю, честно. Ну, я признаюсь, мне кажется, я сломала эту всю систему. А балерин... Как это? Первый месяц я просто спала, кушала, гуляла. Да, я уехала в Юрмалу. Я у сестры жила первый месяц. И я полностью отключилась от балета, от города. Вот, и только вот через месяц я решила как-то занять себя чем-то другим. Ну, я уже начала заниматься балет, чтобы форму себя привести обратно в порядок. И классику делала, и спасибо театру, что они нам балетный пол каждому привезли. И дома мы могли уже заниматься, и у нас классика по Зуму была. А так я начала знакомиться с собой только с другой стороны. Я задала себе вопрос, а чем я хотела бы заняться, если у меня сейчас не будет балета? Вот я сижу на карантине, познакомимся, да, вот. Время свободное появилось. Да, и я себя занимала и книгами, и фильмами, и биографиями. И я пошла учиться тогда онлайн в учёбу по психологии. Ох, как интересно! Вот сразу вопрос, а насчёт книг, да? Поделитесь с нашими радиослушателям, а что, вот какая из книг произвела какое-то впечатление, помогла, может быть, в этот период вам особенно? Во время «Приода» я читала больше по балету, биографии Бижара, Нежинского. Вот, а так если во время балета я читаю уже классику, чтобы, получается, во время карантин, чтобы не забыть про балет, я читала про балет. Вот, а так я, у меня, больше меня вот классика вдохновляет всё-таки, я ещё как-то на современную литературу не могу сильно переключиться. Вот, и сейчас на данный момент я уже наконец-то из-за карантина начала читать «Война и мир» толстой. Ну, вот как-то так. То, что, ну, больше у меня вот любимая книга пока остаётся «Унесённый ветром». Когда она сказала, я подумаю об этом завтра. Об этом я подумаю завтра, да. Кстати, ещё фраза подходящая. А «Бахчисарайский фонтан» вот перечисывали Пушкина? Нет, кстати, я вот из-за моего незнания, я вот только недавно узнала, что Пушкин написал про «Бахчисарайский фонтан». Ну, ещё много открытий. Да, открытия есть. Да. Юлия, вот у вас много наград, мы уже начали об этом говорить, да. Какая самая дорогая для вас награда может быть? Ну, я вот даже перечислю, вы были в 13-м году полуфиналисткой международного балетного конкурса в Нью-Йорке, Валентина Козлова, да. Второе место в Балтийском международном балетном конкурсе в 16-м году вы получили. Мы получили награду Латвийского национального оперного фонда как лучшая солистка в 17-18 году. Латвия с ДС Балбу в 19-м году как танцор классического балета. Что самое дорогое, может быть, для вас было? Да, я никогда не рассматривала это как что-то дорогое или что-то. Ну, какие-то этапы это, наверное, нет? Это были, возможно, этапы, да, но чтобы я на них прям зациклилась, для меня это… Ты спокойна. Я спокойно к этому отношусь. Я вот, когда вот надо было речь и говорить, да, вот ты почувствуешь вот это волнение, да, но ты понимаешь, что на этом ты не останавливаешься, ты идёшь дальше. Это было, спасибо большое за то, что вот вы мне доверились, меня увидели, поверили в меня, да. Я, на самом деле, этому всему очень благодарна, но я понимаю, что это не остановка, что надо идти дальше. Ну да, нельзя сказать «всё, я сделал всё», да? Да, спасибо за внимание. Да, 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 да. У вас есть очень интересная награда одна – «Хрустальная туфелька». Это вы в Киеве, да? Что это был за конкурс, не помните? «Хрустальная туфелька», да, называется «Первое место» я выиграла. Это был мой первый конкурс балетный. Какой год это был? Ой, я не помню уже. Ну, это пятый балетный класс, наверное. Девятый, может, какой-то. Я сейчас не вспомню. Так давно уже было, да? Вот, интересный просто приз. И он в виде туфельки, да? Да, он был вот такой, хрустальный, как туфелька был, да, вот на подставке такой. Где она хранится сейчас? Она сейчас у родителей. У родителей. А что, вы золушка фактически получается, да? С хрустальной туфелькой? Я помню, когда в аэропорту у меня спросили в Киеве, да, это было в Киеве, когда они увидели у меня в чемодане приз, и они еще увидели, куда я лечу, и мне в аэропорту спросили, а не стыдно забирать у соседей? А что это? А, ну да. То есть это давно было, и вот хранится сейчас. Но потом будет приятно взять эту туфельку, да, вспомнить. Это самое-самое начало. А вообще, Юль, с чего у вас начинался балет для вас лично в вашей жизни? Потому что мы тут наши сведения такие прочитали, что вы парикмахером хотели быть, ветеринаром, да? И вдруг где-то в 10 лет решили заняться балетом? Да. Как это было? Почему? Знаете, недавно, вот как раз месяц назад, перед премьерой «Лебединое озеро» я с сестрой сидела, разговаривала, и мы вспоминали вот это время, когда я осталась здесь. Ну вот у сестры, сестре было 25 лет, и стоял вопрос, она согласится ли взять 10-летнего ребёнка, чтобы мы вдвоём уже были, ну мы и сёстры, да, и как уже лучшие подруги, но она ответственность берёт за меня, за 10-летнего ребёнка, чтобы я осталась в Лату и училась в балетной школе. Давайте поясним, да, сразу, то, что непонятно радиослушателю, Юля родом из семьи ссыльных сибирских латышей, да, то есть вы из Сибири сюда приехали в возрасте 10 лет, да? А расскажите, пожалуйста, вот эта семейная история, как, если можно, да, как это всё было, как получилось? Всё произошло вот, когда во время войны, когда были все эти ссылки в Сибири, получается, что моих прародители отправили в Сибирь, вот когда эта вся история, которая многих людей коснулась, да, и вот, и получается так, то, что мы, мои родители, прабабушка и бабушка, они уже родились у меня в Сибири, Лаяс-Булана, да, латышское посёлок, деревня. Где это, это рядом с чём? Это, сейчас я не вспомню, 6 часов или 8 часов на автобусе от города Красноярск. Вот, у нас в ближайшем городе был Абакан, это 3 часа езды на машине. В самой глуши, фактически. Ну, природа красивая. Это больше всего, по чём я больше скучаю, это вот по природе Сибири, вот, река Кебеш, ну, такие приятные воспоминания. Ну, это вообще удивительно, да, вот вы практически там в тайге, да, выросли в детстве и начали танцевать там. Да, я там всё время танцевала, я у зеркала танцевала, себе всё время импровизировала танцы, я участвовала в школьных мероприятиях у нас, был осенний бал, зимний бал у нас каждый год был, ну, вот, в школе, я всегда участвовала с танцами, вот, танцевала. Были моменты, когда девочки хотели ставить общий номер, меня не взяли, я ходила к директору и жаловалась, я пробивала уже себе дорогу с детства. Наверное, я лучше всех танцевала, потому не хотели брать, да? Не знаю, ну, да, и я всегда, вот, всё время танцевала, насколько я себя помню, и у меня из дома друзья не могли вытащить, я себе танец ставила, всё там из зеркала. А какие-то балеты, наверное, по телевизору, да, смотрела? Нет, я в детстве о балете вообще ничего не знала, я о балете познакомилась уже вот только в Рижском хореографическом училище. Вот это, конечно, интересный поворот, а как вы сюда попали? Давайте уже в Ригу вернёмся. В 2003 году я приехала в Ригу ещё с детьми и с мамулей, и она была главной, и нас было уже 10 детей, нас пригласили в лагерь Трис Райс Трис, это вот латышский лагерь, который для семей происходит каждый год. Вот, и нас вот, ну, вот, как бы из латышских семей ещё вот из Сибири, нас вот пригласили туда. И вот получилось так, что пока я была в лагере, и там уже мои сестры и друзья знакомые уже, которые тоже у нас в деревне были в те годы, когда я там жила, и они уже меня знали, и знали то, что вот этой девочке очень нравится танцевать, и они решили меня показать балетному педагогу Ригине Каупуже и поинтересоваться, как бы она годна для балета, или ребёнку просто нравится танцевать, и ну пусть это так и останется, да. Но Ригина Каупуже сказала, что ребёнок годен, и пожалуйста… Есть данные хорошие. Есть данные, да, и приходите 1 сентября. О, как! Это, как вы считаете, это чудо, судьба, что это, как это может быть? Это чудо, это, ну это правда, вот необъяснимое, потому что вот как ребёнка оставить в 10 лет, как бы, ну ладно, есть сестра, да, слава Богу, а вот на такой риск пойти ещё, когда у меня, я уже поступила в балетную школу, да, тоже никто не знает, ну я не знала, что такое балет, да, и там пока мы вот пуанты эти все купили, это спасибо, роторы, ханзас клаб, клуб, извините, они вот меня всё время спонсировали, поддерживали, вот эти мои школьные года, вот пуанты помогали покупать, и всё, для учёбы, для балета, да. И это чудо, это, потому что пока мне документы делали, пока мне устраушен сатли, а её делали, вот это всё, это тоже занимало время, но я вот за это время, я очень благодарна, то, что люди рискнули, они вот рискнули и попробовали, да, и получилось очень даже вот так всё интересно. Да, конечно, это очень необычно, да, в наше время. Здорово, поздравляем вас и себя тоже, да, вы получили прекрасную балерину такую. Да, очень, конечно. Ещё один приз у вас очень интересный, если возвратиться к призам, да, о котором не так часто приходится слышать, это приз, переходящий приз в виде кольца. Вот у вас есть какое-то волшебное кольцо, расскажите, пожалуйста, это раритет, кольцо знаменитой балерины Елены Тангеевой-Бирзницы. Как вы его получили? Где оно сейчас, это кольцо? Кольцо сейчас дома в коробочке хранится. Это случилось в январе этого года, мне позвонила Лита Беррис, мы как раз вот вышли в театр после Нового года, и я помню то, что я даже как-то не сразу поняла, о чём идёт речь. Этот приз первый раз такой, вот сейчас стал переходящее кольцо, Елена Тангеевой-Бирзница, и Лита Беррис мне рассказывает о кольце, о призе. Я помню, что я не сразу поняла, я не сразу поверила, я и потом через день перезванивала и переспрашивала, а мне не послышалось. То есть это Елена Тангеева-Бирзница была главным балетмирством латвийского балета, она ученица знаменитой балерины Агриппины Вагановой, то есть училась там и начинала карьеру в Мариинском театре в 20-х годах прошлого века, а потом вышла замуж за дипломата латвийского Александра Бирзника и приехала в Латвию. Вот таким образом вы, притянулась ниточка между вами и знаменитой Вагановой. Чувствуете, да, вот эту связь? Все же не просто так. Нет, на самом деле этот приз очень такой значимый, и я очень признательна, что балета ассоциации, балета ассоциации, да, вот то, что они вот такой приз вот дали, ну это правда, это не описать себе чувства, когда, понимаете, как бы ты вот стоишь, ты понимаешь то, что ты ведешь сейчас на данный момент балет, да, и на тебе вот эта вся ответственность, и, как говорится, у тебя получается. И когда вот это, я получила это кольцо, ну и бывают моменты, то, что я еще, ну не до конца верю этому, потому что как так? Ну он переходящий, то есть его на год дает это кольцо, да? В следующем году вот у кого-то из моих коллег будет. Ага, куда вы в нем выходите, вот интересно. Ну я еще в нем никуда не выходила, да. Ну какой-то будет балетный там праздник, да, или что-то такое? Я думаю, я найду то время, когда его одеть, да. Да, это очень здорово, конечно. Конечно, вам еще повезло, тоже как награду вы получили, да, возможность стажировки в театрах американских. Расскажите, пожалуйста. Это было еще в школьные годы, да, да. Я только школу закончила, когда я со своим педагогом Индрой Лапшиной ездила в Корею на балетный конкурс, и там я вот выиграла стажировку в Вашингтоне на год. И я была, как говорится, я была уверена, что я не поеду. У меня в театр уже взяли, уже все хорошо. Но вот спасибо педагогу Индре Лапшина, она мне вот позвонила одним вечером и сказала, делай визу и давай. Так вот получилось то, что... И в Бостоне. Да, и в Бостоне я вот съездила после вот Вашингтона. Я уже, когда у меня Вашингтон заканчивался, я хотела себя еще где-то проверить. И я съездила на аудиши в начале весной в Бостон Балла, и они меня взяли. И тогда я осталась еще на второй год в Америке. Как Вам американская школа балета? Понравилось, да, было что-то новое. И это очень хороший опыт жизни мне дал именно по балету. То, что как бы ты получаешься многогранный, ты знаком с миром. А что Вы танцевали там? Ой, я там участвовала в балетных постановках в Вашингтоне. Я танцевала в щелкунчике. И... Ой, я сейчас забыла все эти названия. Это Грэд Кэтспи был тоже. Но я участвовала. Я получилась... В Вашингтоне Гэтспи, да? Это Грэд Кэтспи, да. И в Бостон Балла я участвовала... Это было так давно, и я уже забыла. В щелкунчике. Мне кажется, у меня так и не получилось выйти в Бостон. В Спящей красавице я выходила в Бостон, да. В Словении Вы танцевали Джульетту. Да. Как Вы попали в Словению? Тоже через наш театр. Это вот первый такой у меня... Первый опыт в моей карьере, как балерина, которая едет в другую балетную тропу и танцует главную роль. А вот из всех женских образов, которые Вам довелось танцевать, и о которых, может быть, Вы мечтаете еще, да, расскажите нам, что Вам... Какой образ Вам ближе? Вот женский характер, какой Вам лично ближе? Это важно, не важно во время подготовки роли? Во время подготовки роли идет так, то, что ты уже где-то заранее, за день, за два, ты начинаешься вживаться в роли балета. Для нашей профессии очень хорошо было бы, если бы ты все время эти роли бы миксовал, мешал, менял. Потому что если бы ты все время выходишь в лирическом образе, да, то зрителю уже потом сложно тебя видеть где-нибудь в характерной роли, да, потому что они уже тебя видят все время в лирической, и тебе уже сложно тебе будет доказывать себя в каком-то другом характерном балете. И для балерины очень, ну, это главное, то, что она умеет менять роли, именно образы. И вот именно, ну, вот, например, в «Лебедимном озере» – это вот тот пример, то, что у тебя это получается из лирики приходить в характерный. А любимая женская роль какая-то? У меня уже… Роль мечты. Есть такая? Мне очень нравится балет «Байдарка» «Никия». Три действия, три разных проживания, пережить, да, вот эти три состояния, три настроения, и свою сложность это есть, но в этот же момент очень прекрасно. Что? Это готовится, да, балет сейчас? Нет, «Байдарка» будет в следующем месяце, 16 октября. Премьера? Спектакль. Спектакль, да? А «Жизель»? «Жизель» – это моя мечта. Я ее жду, я не мечтаю. Давайте пожелаем вам, чтобы ваша мечта сбылась. Напоминаю, что Юлия Брауэр – солистка латвийской нашей национальной оперы-балета. Она помогает нам включать зеленую лампу для малыша, пятилетнего мадора, чтобы помочь собрать денежку. Мама обратилась с просьбой помочь собрать денежку на годовую реабилитацию. Несколько там курсов ABA-терапии очень важной, и логопедических занятий, и еще других занятий. Все подробно написано на сайте Микс Ньюс ЛВ в рубрике «Зеленая лампа». Там же указан счет помощи, открытый в благотворительном фонде «БиОупен». Телефон прямого эфира 93006384 для маленького мадора. Работает всю неделю до следующего вторника. Звоночек 1,42 евро. Цента – это чудесный, такой симпатичный ребенок из тех детей, которых называют «Солнечные дети». Очень хочется, чтобы у этой семьи все было хорошо. Они тоже с музыкой все связаны. И мы сегодня говорим о музыке, да, и о балете, о музыке, об искусстве. С Юлией Брауэр. Юлия, вот должен скоро состояться в Риге благотворительный бал рижский, да? Вы там принимаете участие. Расскажите, пожалуйста, что это будет, как это будет? Рижский бал будет 10 октября. Мангалденамам происходить, да, и вот я там буду участвовать тоже с своим коллегой, там будем под музыку Штрауса танцевать. Открывать красиво. Открывать будете бал, да? Не, мы будем где-то между, потому что у меня в этот день еще спектакль будет, Антония, и я вот после спектакля сразу бегу туда. Ясно. А как вы все успеваете? Вы еще занимаетесь, наверное, по много часов, да, тренируетесь? Тренировки по утрам, спектакли по вечерам. А когда подготовка к роли, то это вообще, ну, накануне спектакля это вообще, наверное, да, просто полностью погружается? Ну, да, мы погружаемся полностью, но, как говорится, и не забываем то, что жить тоже надо. Юль, ну вот вы упомянули, что вы верите в чудеса. В жизни встречали еще какие-то чудеса? Вот нужно верить вообще в чудеса? В чудеса всегда нужно верить, потому что они происходят. Они даже, если ты, уже у тебя опустились руки, тебе кажется, в этот момент даже если просто человек подойдет с тобой поговорить, это уже будет чудо, потому что у тебя появится это вдохновение, и такой маленький источник встать и идти дальше. И всегда надо найти, ну, вот когда руки опускаются, вот эти моменты счастья, они, и чудо, они всегда вокруг нас. И надо верить в чудо, оно есть. Открыть глаза и увидеть это чудо, да? Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Мы хотим поблагодарить наших радиослушателей за то, что на прошлой неделе просто тоже такое чудо у нас случилось. Мы полностью собрали денежки на реабилитацию Лерочки Якимовой, 18-летней. Очень как-то медленно сначала все это собиралось, а потом тоже чудо произошло. И вот полностью сегодня утром эта сумма необходимая для ее поездки в центр Минска на ее счету. Спасибо всем, кто участвовал, кто помогал. И благодарим Юлию Брауэр. Напоминаем, что телефон 930-6384 всю неделю работает для пятилетнего малыша Мадара, чтобы ему помочь. И желаем вам всего хорошего. И как сказала только что Юля, не забывайте, что чудо есть. До свидания, до встречи через неделю. Продолжение следует...